Морошка-то непростая, каких-нибудь особенных огородов ни уму, ни сердцу. Крутить, крутить до бесконечности. Периодически обвиняют в снобизме, просто это мне нравится. Друзья, всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня видео о косметике. У меня здесь достаточно много баночек, и всё это бюджетная косметика, которой я пользовалась последние полтора месяца. Небольшая предыстория для тех, кто заинтересуется, чего это я вдруг решила пользоваться бюджетной косметикой. Да, косметика это то, на чём я стараюсь не экономить, но скажу вам абсолютно без стеснения, честно, да, тот период был непростой и финансово сложный. Я, конечно, намечтала себе купить что-нибудь из линии Dior Prestige, это потрясающая линейка, и я нацелилась, ну, купить хотя бы у них скраб, чтобы это был продукт с тем самым ароматом этой восхитительной гранвильской розы. Несмотря на то, что скраб считается одним из недорогих продуктов в данной линии, но стоит он почти 5000 рублей, а у меня получилось так, что на эти же самые деньги я смогла купить весь уход, сразу много баночек и полностью уход за лицом и также за волосами. Ну и как и в любом моём ролике об уходе, я напоминаю, что мне 37 лет, почему-то всё время хочется сказать 38, у меня нормальная кожа, в холодный период склонна к сухости, я никогда не делала никакие процедуры у косметолога, ухаживаю за кожей дома самостоятельно, и во мне нет никаких филлеров, ботокса, разных аппаратных косметологий и прочего. Предлагаю начать с волос, потому что здесь у меня есть, ну, такие открытия, после которых я до сих пор не могу закрыться. Про волосы же тоже нужно напомнить, волосы у меня свои, натуральный цвет, никогда их не окрашивала, они достаточно густые, но при этом тонкие, пористые и слегка вьющиеся. И для начала хочу показать вам шампунь, который, вне сомнения, станет моим фаворитом, большим любимчиком, и на самом деле этот шампунь просто взорвал мой директ, после того, как я в сторис показала его, я просто так многообещающе сравнила его с шампунем профессиональной марки Орбе и сказала, что этот шампунь ничем не хуже, но стоит в 10 раз дешевле. И это правда. Это натура Сибирика, Natural Daily Detox, шампунь для жирных волос. Да, весна в Сибири выдалась очень жарко, и по ощущениям это действительно было настоящее лето, с жарой до 30 градусов. Так что в целом весь этот уход можно расценивать как летний уход, потому что я его проверила и в жару. И в такие жаркие летние периоды я могу как раз-таки обратить внимание на шампунь для жирных волос, для жирной кожи головы. И покупаю их для того, чтобы сократить количество головомоек в неделю. И он, конечно, отличается от всех шампуней для жирных волос, которые я пробовала. Как правило, это были шампуни с довольно-таки жесткими пафф, которых требуется совершенно немного, и они хорошо пенятся. Я снова прошу прощения за меняющееся освещение в кадре, никак не удается договориться с облаками. Данный шампунь отличается в первую очередь тем, что он намного мягче. В нем мягкий пафф, и это может быть непривычно для тех людей, кто как раз-таки привык пользоваться такими активными шампунями. Наверняка такого шампуня захочется использовать побольше, брать именно в большем объеме. Он не будет давать много пены, но при этом очищает достаточно хорошо. И если хочется добиться эффекта таких воздушных, ну не слишком пушащихся волос, ни о какой гладкости не будет и речи, но при этом волосы не будут торчать во все стороны одуваном, все-таки он их так немного дисциплинирует, усмиряет. Волосы очень мягкие, объемные, воздушные, и он действительно помогает корням волос дольше оставаться, так скажем, более свежим, чистом состоянии. И эффект от него, ну, ничем не хуже, чем от шампуня, который стоит в 10 раз дороже. Что касается запаха, он, как и предположительно, очень растительный, такой травяной. Я вот не нашла в составе, но мне кажется, что здесь есть какой-то экстракт мяты или какого-то другого освежающего растения, потому что когда моешь волосы, возникает такой легкий холодок. После шампуня идет кондиционер, который я также купила по рекомендации консультанта, но здесь я не могу сказать свое спасибо, хотя, наверное, сама виновата. Меня предупредили, что это парфюмированный кондиционер для волос, но я, к стыду своему, вообще понятия не имела, что это значит. Почти все кондиционеры имеют свою парфюмерную отдушку. Теперь я узнала, что это. Ну и давайте покажу. Меня как только подвели к полке и показали вот такую упаковку, я уже сразу растаяла на месте, потому что, ну да, мне нравится, когда такое стильное оформление. Здесь так и написано «Парфюм Тритмент». А на обратной стороне даже нарисована пирамида и разделение на ноты. Ну, крутотень, конечно. И также меня еще и привлекла скидка 50%. Запах его очень напоминает... Ну, знаете, если смешать какой-нибудь альдегидный аромат типа «Шанель номер 5» или «Красная Москва» вместе с запахом шампуня, по-моему, «Осси» правильно называется, австралийская марка. И я, когда покупала эту косметику на пробу, помню, что не смогла ей пользоваться как раз-таки из-за слишком яркой отдушки. Так вот, корейская марка переплюнула ту австралийскую и создала продукты, которые своим ароматом, они и в ванную комнату ароматизируют на сутки, и волосы. Да, на волосах это держится несколько дней. Такой запах действительно вступает в диссонанс с парфюмерией, это мне очень мешает. Ну, а если отбросить в сторону отдушку, то весьма хороший, я даже сказала бы, отличный кондиционер. Он очень хорошо разглаживает волосы, ну, понятно, что в моем случае это не идеальная гладкость, но тем не менее. Конечно, он снимает статику, облегчает расчесывание, в этом плане без нареканий. Последний продукт для волос это то, что мне также понравилось, не менее чем шампунь, маска для длинных волос называется гель-маска безупречно длинная. Для длинных волос, жирных укорней и сухих на кончиках. И эту маску я даже осмелюсь сравнить с маской Керастаз. В составе этой маски не стоит искать ничего особенно эксклюзивного, но здесь как раз таки все, что дает хорошее увлажнение волосам. Волосы очень мягкие, исчезает сухость, такая накрахмаленность волос, по ощущениям очень приятно, и я думаю, что данную маску можно не бояться использовать довольно-таки часто. Вы точно не перегрузите волосы, но если коротко, хорошая, даже отличная базовая маска, и я также стала применять ее в качестве кондиционера. Просто беру немного и наношу на более мокрые волосы. И выдерживаю как кондиционер пару минут, а раз в неделю наношу ее уже на хорошо отжатые полотенцем волосы и оставляю минут на 10. Не сказала про запах, запах у нее тоже достаточно яркий, такой кондитерско-фруктово-жвачно-карамельный. В общем, когда пахнет, всем и сразу. Но большое счастье, что ее аромат недолго остается на волосах. И именно вот такой дуэт мне безумно понравился. Ну, вернее, моим волосам. Далее быстро покажу гель для душа. Тоже самый простой. Это компания Nivea. И этот гель я попробовала, когда была в гостях у мамы. Воду у нас отключили, мы поехали с вениками к ней. И что-то он мне так понравился, именно своим запахом. Мы, знаете, это запах. Это просто те самые наши южно-казахстанские абрикосы. В общем-то, только запах этого геля мне так понравился. И что удивительно, он абсолютно не надоедает мне. Осталось совсем немного, заканчивается. И он, ну, самый простой, но, к счастью, не слишком сушит кожу. Также из простого у меня здесь дезодорант Rixone, твёрдый. И это невидимая защита кристалл. Это антиперспирант. И он действительно хорошо и надёжно защищает. Очень долго. Но то, что не оставляет пятен на чёрном, то здесь обманули. Оставляет ещё как. Особенно на топах чёрных, тренировочных. И стоит их только надеть. Пошли вот эти белые полосы. Последнее для тела, вернее для ног. Я купила вот такой крем. Это российская марка Green Mama. Опять же, возвращаясь к теме жары со всеми вытекающими последствиями. И этот крем как раз-таки для ног, освежающий. Ну и как только у нас в Сибири разрешили гулять, и, к счастью, эта возможность у нас появилась намного раньше, чем в других регионах, я много и подолгу ходила. Это была, так скажем, полноценная моя тренировка, поддерживающая тело в хорошем тонусе. Но это такой вариант, когда ты не можешь полноценно тренироваться. Тогда выручают пешие прогулки, но быстрым шагом по пульсу. Ну, об этом, конечно, стоит поговорить уже в другом ролике. А сегодня о последствиях, как раз о том, как я возвращалась с таких долгих прогулок. После душа я наносила данный крем, но совсем немного. И наносила только на ступни. Ну, ступни, пальцы, голеностопы, не поднимаясь выше, потому что часто такой крем рекомендуют использовать прям чуть ли не до области колена. Именно так наносят его после рабочего дня продавцы-консультанты. В этом креме содержится ментол, эфирное масло мяты, ну и за счет этого он и делает тот самый спецэффект, отлично охлаждает. Кроме этого, здесь другие растительные экстракты, экстракт каштана и прополис. Так хорошо, значительно бодрит, действительно, по ощущениям тебе становится легче и снижается вот этот эффект горящих пламенем ног. После спорта, после работы на ногах замечательно подойдет. Опять же, если вы переносите такой эффект, я, к примеру, на ступнях его легко переношу, а на... на ляжках... на бедрах вот эти все антицеллюлитные, ментоловые, я вообще не могу на себе выдерживать. Так что, если вы к этому лояльны, можете попробовать. Так, ну все, с уходом за волосами, за телом я закончила, перехожу к уходу за кожей лица. Итак, утром я предпочитаю умываться не только водой, но и каким-нибудь мягким очищающим средством, которое поможет мне смыть остатки вечернего ухода и остатки укладочных средств, которые были на волосах и которые ночью контактировали с моей кожей. Ну и как-то у меня так получилось, что выбирая косметику из бюджетного сегмента, мне не удалось найти более мягкое очищающее средство, которое бы не пенилось. Мне попадались либо гели, либо кремы пенящиеся, либо уже готовые пенки. Я так быстренько пробежалась и решила взять всё-таки пенку, но пенку с более мягким составом. Это самая простая, уже готовая пенка, хотя простой её нельзя назвать, потому что сама марка заявляет, что это морожковая пенка. Вообще, конечно, я не могу без улыбки читать все эти описания к российским маркам, вернее, этого концерна, который делает и Агафью, и Сибирику, и многие другие. Всегда же там всё не просто так, и бабушка, не просто бабушка, травница сибирская, и не просто вода здесь, а белая цветочная вода, и морожка-то не простая, а с каких-нибудь особенных огородов. Да, ну, в общем, меня это всё очень веселит, как и чрезмерный пафос в люксовых марках. Данные пенки очень простой состав, достаточно мягкий паф, сама не слишком плотная, не слишком густая, но как раз-таки самая стандартная. Ну, ничем не отличается, например, от пенки компании Dior, или же у меня была корейская Circle. Разве что у меня есть претензия к парфюмерной отдушке данной пенки, потому что запах здесь слишком сладкий. Пусть лучше мыльно, пусть лучше цветочно, но не конфетно. А эта пенка как раз-таки пахнет очень сладкими карамельками. Утром этой пенкой умываюсь, и также её использую вечером, вторым этапом в очищении кожи, ну или только её использую, если на коже не было тона и солнцезащитного крема. Неплохая пенка даже для сухой кожи. А после этой пенки пользуюсь вот таким тоником. Это тоже компания Green Mama. Если вы хоть однажды смотрели моё видео об уходе за кожей, то наверняка уже поняли, что я не поклонник тоников, и в принципе их не покупаю и не применяю в уходе. Это только мой подход, я никого не агитирую, просто от тоников я действительно на своей коже не вижу никакой разницы, что есть они, что нет их. Данный тоник взяла как раз-таки комплект к пенке, для того, чтобы быстрее успокоить кожу, тем более клюнула на череду. На самом деле экстракт череды действительно хорошо влияет на кожу, обладает бактерицидным действием, и как раз-таки этим тоником я пыталась заживлять акне, которые у меня опять возникали на шее, после того, как я, в общем, в жару лопала мороженое. Тоник пахнет вообще неприятно, как-то полу-технически, ну и по эффекту, опять же, я вообще абсолютно ничего не увидела, в очередной раз нет. После очищения, конечно же, перехожу к нанесению основного ухода, и в данном случае у меня получился очень базовый уход, без каких-либо явных активов. Сделала выбор в пользу хорошего увлажнения, и выбрала линию польской компании Беленда. С этой маркой я пробовала познакомиться, именно с ее очень популярного мезотоника, но, к сожалению, он вызвал на моей коже негативную реакцию в виде пятен красных, но здесь риски минимальны, это действительно очень базовое универсальное увлажнение, и у меня здесь сыворотка и крем. Крем можно использовать и утром, и вечером, он без солнцезащитных фильтров. Давайте начну с сыворотки, и первое, что хочется отметить, это замечательную упаковку, но лично меня радует, что здесь стекло, очень удобная пипетка, сама сыворотка такого полупрозрачного, мутноватого оттенка, она не слишком густая, не слишком кисельная, очень легко ее распределять по лицу, обычно я делаю несколько капель на ладонь, растираю в руках и аппликативно прижимаю ладони к лицу, и когда только начинаешь активно вбивать эту сыворотку, то появляется такая белая мыльность, ну это буквально несколько секунд, и пахнет она, кстати, тоже очень просто, такой простой, мыльный запах, запах хорошего мыла, я ее так вбиваю, 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 но, как и многие сыворотки, увлажняющие оставляет липкость на коже, не слишком ярко выраженную, как иногда бывает, но достаточно ощутимую, в составе этой сыворотки и гиалуроновая кислота, и глицерин, и также в ней находится трепептид, более глубоко проникающий в кожу и обладающий антивозрастным эффектом, опять же, за счет стимулирования синтеза коллагена, и также в конце списка ингредиентов в данной сыворотке находится еще и молочная кислота, и на летний период я убираю из ухода активные кислоты, такие как гликолевая, и могу оставить лишь миндальную, молочную, ну, так-то вроде все хорошо, все бы ничего, если бы только не нулевой эффект, я, конечно, не беру сравнивать данную сыворотку с той же компанией SkinCeuticals и подобными, где ты просто моментально получаешь это увлажнение, мне кажется, что даже какие-нибудь корейские эссенции увлажняют намного лучше, использовала эту сыворотку, потом пробовала без нее, опять снова ввела уход, и правда, никакой разницы, а вот крем, это уже другое дело, крем очень хороший, это как раз-таки тот вариант, когда кожа нормальная и склонна к сухости, то есть вы получаете и хорошее увлажнение, и прям совсем легкое питание кожи, все, что самое простое, самое базовое, но самое качественное можно вложить в крем, все есть в днем, на упаковке они, конечно, замахнулись про более упругую, лучистую и бархатистую на ощупь кожу, понятное дело, что никакие увлажняющие базовые компоненты не заставят стрелки крутиться в обратную сторону, и бархатистой кожи вы тоже от него не добьетесь, он все-таки оставляет небольшое сияние, да, крем я бы порекомендовала и даже его самостоятельно, без дополнительного использования сыворотки, крем настоящий отличник, и прям пять с плюсом, ему в дневник красной ручкой, конечно, крем для зоны вокруг глаз, я все-таки предпочитаю покупать отдельные средства, ну и этот тюбик на самом деле я выбрала в большей степени из-за небольшого объема, здесь всего 10 миллилитров, это крем корейской компании Mizon, и я так понимаю, что он какой-то очень популярный в данной марке, считается он антивозрастным, крем с коллагеном, но по сути морской коллаген все, что делает, так это хорошо увлажняет кожу, держит влагу и помогает поддерживать кожу в более увлажненном состоянии, было бы здорово, если бы компания написала, что это крем-гель, потому что это действительно так, но нет, здесь указано, что это крем, а я в принципе люблю более насыщенные текстуры кремов для глаз, крем-гели увы, не моя история, потому что они слишком быстро впитываются, по большей части нужны, чтобы снять отечность, а мне наоборот хочется добавить большего питания, больше увлажнения, пусть и даже такого окклюзивного эффекта. Текстура геля, но в данном креме большое содержание силиконов, и этот гель распределяется просто как какая-нибудь силиконовая база под макияж. Я привыкла, что насыщенный крем ты распределяешь, распределяешь, он становится таким более маслянистым, затем уже через несколько секунд впитывается, и палец уже начинает буксовать, и значит все, крем нанесли как нужно, а здесь по-моему можно вот так крутить, крутить до бесконечности. Ничего особенного я от него не увидела, и мне не хватило как раз таки питания. Что касается вечернего ухода, то здесь у меня первый этап это снятие макияжа с глаз. Я повторила вот такое двухпазное средство, это лореаль. Несколько лет назад начала его покупать, так периодически возвращаюсь, и считаю его вполне отличным, и ничем не хуже, например, знаменитого средства марки Lancome. Не раздражает мои глаза, не вызывает жжение, не оставляет пленки, замечательно растворяет макияж, удаляет водостойкую тушь. Хорошее, надежное средство, что еще надо? Но в том случае, если на моей коже был нанесен макияж с использованием тона или пудры, или же я просто использовала более плотный солнцезащитный крем, в этом случае очищаю кожу в два этапа. И также в компании Belinda я выбрала вот такое гидрофильное масло, и это масло я считаю вполне неплохим, да что неплохим, хорошее масло, и вообще не хуже азиатских, хорошо растворяет макияж, и оно само по себе такое довольно-таки густое, поэтому оно у меня так экономично расходуется, да, но опять же пахнет слишком сладковато, здесь именно такая сладко-кокосовая одушка, вообще мне нравится кокосовая одушка, но такая более сухая, как например у шампуня Kiehl's с аминокислотами, чего долго размусоливать, масло понравилось, можно брать. Ну и как я уже сказала, после масла все-таки вторым этапом использую немного пенки, ну а после пенки также вечером был тоник, и на ночь уже не хотелось ничего использовать, и также были очень жаркие душные ночи, этого было вполне достаточно, но теперь перехожу к дополнительному уходу. Ну и дополнительный уход это очень важная составляющая для моего привычного ухода за собой, за кожей, и для меня очень важно дополнительно хорошо очищать, отшлифовывать кожу. В течение осени, зимы, весны я применяю кислоты, а в летний период перехожу либо к энзимным продуктам, либо к всевозможным гаммажам, и даже иногда к скрабам. Ну и как уже сказала, если пользуюсь кислотами, то очень мягкими, легкими. Ну и для того, чтобы дополнительно хорошо очищать кожу в этот период, я выбрала вот такой продукт. Это тоже российская компания Кора, и называется полирующий скраб тройного действия. Про тройное не знаю, но двойное действие у него точно. За счет синтетических круглых полимеров данный скраб механически отшлифовывает кожу, но помимо физического здесь также получается еще и химический пилинг, тоже легкий за счет янтарной и молочной кислоты. Ну я думаю, что про третье действие они имеют в виду возможность успокоить кожу, потому что в составе находятся экстракты календулы, ромашки и алантаин. Вообще я пришла в эту компанию за гаммажем. Моя подруга порекомендовала мне, но в магазине не оказалось его, и мне на замену предложили этот скраб. По правде сказать, я с сомнениями его приобрела, но подумала, что если он будет слишком агрессивным для моей кожи, то он пойдет для тела. Но что удивительно, скраб мне замечательно подошел, я не вижу от него никаких негативных последствий. Получается не слишком мощное скрабирование, но тем не менее ощутимо. К синтетическим этим полирующим добавкам я отношусь более лояльно, потому что у них ровные края, в отличие от сахара, разных измельченных косточек и так далее. Эксполиант мне понравился, наношу его на чистую сухую кожу, помассировала особенно хорошо в участках возле крыльев носа, лоб тоже активно, а мою достаточно проблемную периодомизону, вот эту, ее механически не затрагиваю. Оставляю на коже еще пару минут и затем полностью смываю теплой водой. Это средство покупала отдельно, уже в другом магазине, а когда делала эту глобальную закупку, изначально купила вот такой продукт, это пилинг скатка. Пилинг скатка это такой крем или крем-гель, который наносится на сухую кожу лица, даете возможность ему подействовать, опять же, если там есть в составе кислоты, и потом пальцами начинаете в прямом смысле скатывать этот продукт с лица, он начинает распадаться на отдельные участки, те самые катушки, которые, в общем-то, и служат механическим воздействием, но только очень мягким. Я могу порекомендовать гаммаж марки Диклёр, мне очень нравится, также понравился ОМГ, ну а этот вообще бестолковый, что называется, ни уму, ни сердцу. Ему нужно много времени для того, чтобы он начал вот так расслаиваться, плюс какой-то он слишком гелевый, в общем, полная ерунда. И также ерундой абсолютнейшей мне показалась вот такая маска. Называется моментальная маска для лица против усталости кожи. Ну а на что я здесь клюнула, так это не только на витамин С, витамин Е, но и на женьшень. Женьшень очень так хорошо тонизирует кожу, но маска оказалась настолько никакой, никакие следы усталости не снимает, никакая регенерация от нее невозможна. И я думаю, она абсолютно не стоит вашего внимания. Ну и завершение моей бюджетной темы. Давайте покажу еще два парфюма, хотя я их уже ранее показывала, но решила тоже сюда включить. Эти ароматы можно найти в магазине L'Etoile, и я уже точно не помню, но по-моему они стоят до 500 рублей. Также периодически бывает акция, покупаешь один, второй в подарок, в общем-то так я их и купила. Как раз таки в жаркий период я с удовольствием их носила, больше всего мне понравился синий Fly, это аромат инжирный, такой сразу он жизнерадостный, и здесь не только зеленый молодой листик инжира, но и сам плод, вы берете деревянную досточку, кладете на нее инжир, крупный, большой, острым ножом делите его пополам, и вот первые вот эти секунды, когда вы разламываете спелый инжир, аромат остается еще зеленоватым, немного терпким, но уже проявляется сладковатое звучание мякоти, не ожидайте от него высокой стойкости, но то, что он вам поднимет настроение, это точно. Второй аромат это вербена, такая она по первым нотам бодрящая, немножко даже вот здесь сводит, как от дольки лимона, он так и зависнет в своей свежести, поэтому можете смело носить его даже выше 30 градусов, в общем, если вы любите цветы с более цитрусовым направлением, такой цветочный лимонный натюрморт, то возможно вы этот аромат оцените. Так, ну что, подвожу итог, и возможно вам хочется узнать мое финальное мнение, честно, скажу вам, ну в общем-то как это и предположительно, ничего криминального с моей кожей не случилось, и временный переход с более дорогой косметики на бюджетную никоим образом негативно не отразился на моей коже, у меня было хорошее очищение, мне хватало увлажнения, также мне понравилась такая эксплиляция, ну а с уходом для волос вообще получился настоящий восторг. Да, я привыкла к тому, что меня периодически обвиняют в снобизме, потому что я предпочитаю более дорогой уход, я уже это говорила, и повторюсь еще раз, не считаю я, что за более дорогими люксовыми баночками стоят какие-то максимально эффективные последствия, что как-то я особо омолаживаюсь или замораживаюсь, и я считаю, что выгляжу на свой возраст, не жду от косметики какого-то чуда расчудесного, но просто просто это мне нравится, наверное, просто я к этому как-то более привыкла, и сами баночки вызывают во мне больше интереса, азарт, это ни в коей мере не говорит о том, что за счет дорогих баночек я хочу как-то сама немного возвысится, почувствовать себя какой-то особенной, привилегированной, это просто игра, просто увлечение, и я уж точно никогда не сужу о людях по тому, насколько дорогая косметика у них в ванной комнате, все, надеюсь, мы с вами друг друга поняли, и также я буду очень рада, если данный ролик окажется для вас хоть немного полезным, от всей души и от всего сердца, благодарю вас за просмотр, и как всегда с удовольствием и с большим трепетом я буду ждать вас уже в новых роликах, не просто так, я говорю вам в каждом ролике счастливо, потому что в самом деле желаю вам большого и безграничного счастья. Субтитры сделал DimaTorzok